Надеюсь, у тебя все получилось с оптимизацией проекта «Простая викторина». И тебе понятно, как использовать другие блоки в Scratch. Но самое главное, ты очень хорошо помнишь, что такое подпрограммы в программировании и для чего они нужны. А также я очень надеюсь, что ты помнишь, что такое красивый код. Потому что во второй части нашего урока мы попытаемся сделать от проекта викторина еще более красивым. Давай вспомним, что мы читали в одной из статей на Хабре о том, что красивый код – это минималистичный код, по мнению Антона Самохвалова из Яндекса. Я же также еще добавлю, что красивый код – это тот код, который понятен другому программисту. Это действительно очень важно, поскольку большинство современных программ разрабатывают целые коллективы программистов. Ну что, давай попробуем удовлетворить этим двум условиям и сделаем код проекта «Простая викторина» более минималистичным и более понятным. Итак, вот наш проект. Надеюсь, ты его еще не забыл. Вот его код. И мы сказали, что он уже более оптимален и действительно более красив, потому что у нас часть блоков, которая дублировалась, повторялась, сейчас заключена в другой блок. И мы можем понять, что выполняется в этой части программы, в этой части скрипта. Если посмотреть внимательно, то для того, чтобы было более понятно и опять же красиво, стоит отредактировать название нашего блока, потому что спросить вопрос звучит как-то не совсем по-русски. Мы вопрос задаем. Поэтому давай так и напишем. Не спросить и проверить, а задать и проверить. Для того, чтобы это сделать, нажимаем правую кнопку мыши на блоке и выбираем «Редактировать». И сейчас мы можем просто вместо «Спросить» написать «Задать». Вот так будет лучше. И сразу у нас вот «Задать вопрос» и проверить ответ. Все стало понятнее. Как еще мы можем сделать код более минималистичным и более красивым? По существу, вот эта часть кода, вот этот скрипт, это основное действие, которое происходит, потому что мы должны нажать на флажок и дальше идет выполнение целой совокупности команд. И если программист откроет впервые этот скрипт, то он будет очень удивлен тому, что здесь много очень кода и не совсем понятно, для чего он нужен. Чтобы это было сразу понятно, мы тоже эту часть кода вынесем в другой блок, сделаем другую подпрограмму и назовем ее «Инициализация», то есть задание начальных значений. Или просто задаем начальные значения. Но я напишу, как обычно пишут программисты, «Инициализация». Итак, нажимаем «Создать блок» и пишем «Инициализация». «Инициализация» означает задание начальных значений. Здесь у нас нет никаких параметров, но сюда мы возьмем и вынесем всю вот эту часть кода. И теперь мы можем взять и использовать вот этот другой блок, и наш код станет еще меньше. Но зато теперь понятно, что сначала мы задаем начальные значения переменных, здесь же мы их скрываем. Затем мы задаем вопросы и проверяем правильность их ответов. И тоже любой программист может открыть эту часть кода и понять, как она работает. Ну и наконец, чтобы уже все было точно так же, как мы рассмышляем, следующая часть нашего скрипта – это завершение работы. Ну, мы так ее и назовем – завершение. Даже напишем «Завершение викторины». И определим этот блок вот так. Тоже нам здесь не нужны никакие параметры. Но надо не забыть добавить этот блок в основной скрипт. Вот он у нас получился очень минималистичным. Я надеюсь, вполне понятным. А если возникают какие-то вопросы, как происходит инициализация, либо надо что-то изменить, допустим, добавить еще вопросов и ответов, мы можем легко это сделать в определении блока «Инициализация». Если мы захотим что-то изменить в завершении викторины, тоже мы можем это сделать. И на самом деле в современном программировании, еще раз повторю, так и делается. Создаются отдельные программы, у которых есть своя функциональная нагрузка, свои задачи, которые потом просто вызываются, и основной код программы уже выглядит действительно минималистичным и понятным любому программисту. Ну что ж, я надеюсь, тебе стало еще более понятно, как используются другие блоки. Я тебе предлагаю сделать код любого своего проекта. Если хочешь простой викторины, если хочешь каких-то других своих проектов, более красивым, минималистичным и понятным для других программистов. Я желаю тебе успехов и жду в следующей части урока.